Марк Твен. Путешествие капитана Стормфилда в рай. От автора. С капитаном Стормфилдом я был хорошо знаком. Я совершил на его корабле три длинных морских перехода. Это был закаленный, видавший виды моряк, человек без школьного образования, с золотым сердцем, железной волей, незаурядным мужеством, несокрушимыми убеждениями и взглядами, и, судя по всему, безграничной уверенностью в себе. Прямой, откровенный, общительный, привязчивый, он был честен и прост, как собака. Это был очень религиозный человек от природы и в силу материнского воспитания. И это был изощренный и удручающий сквернослов в силу отцовского воспитания и требований профессии. Родился он на корабле своего отца. По другим сведениям, капитан родился в Коннектикуте, а в море ушел четырнадцати лет. Всю жизнь провел в море, знал берега всех стран, но ни одной страны не знал дальше берега. Когда я впервые встретился с ним, ему было шестьдесят пять лет, и в его черных волосах и бороде сквозили седые нити. Но годы еще не наложили своего отпечатка ни на его тело, ни на твердый характер. И огонь, горевший в его глазах, был огнем молодости. Он был чарующе обходителен, когда ему угождали. В противном же случае с ним нелегко было иметь дело. Воображение у него было богатое, и, вероятно, это влияло на то, как он узлагал факты. Но если и так, сам он этого не сознавал. Он верил, что каждое его слово — правда, когда он рассказывал мне про свои диковинные и жуткие приключения на чертовой дороге, обширном пространстве в южной части Тихого океана, где стрелка компаса не способна выполнять свою работу, а только крутится и крутится, как сумасшедшая. Я его пожалел и не стал высказывать предположение, что все это ему приснилось, потому что понял, он-то говорит всерьез. Но про себя я подумал, что это было видение или сон. В глубине души я уверен, что его путешествие в иной мир тоже было сном, но я и тут смолчал, чтобы не обидеть его. Он был убежден, что в самом деле совершил это путешествие. Я слушал его внимательно, с его разрешения записал стенографические события каждого дня, а потом привел свои записи в порядок. Я слегка подправил его грамматику и кое-где смягчил слишком крепкие выражения. В остальном передаю его рассказ так, как слышал от него. Марк Твен Глава первая Я умирал. Это мне было понятно. Я ловил ртом воздух, шторм на долгое время затихал, а они стояли возле моей койки, молчаливые и неподвижные, дожидаясь моей кончины. Изредка они переговаривались между собой, но их слова звучали глуше и глуше, дальше и дальше. Впрочем, мне все было слышно. Старший помощник сказал. Как начнется отлив? Он испустит дух. — А откуда вы знаете? — спросил Чипс, судовой плотник. — Здесь, посреди океана, отлива не бывает. Как это не бывает? — Да все равно, так уж положено. Снова тишина. Снова тишина. Только плескали волны, скрипел корабль, раскачивались из стороны в сторону тусклые фонари, да тоненько посвистывал водолинний ветер. Потом я услышал откуда-то голос. — Уже восемь склянок, сэр! — Так держать, — сказал помощник. — Есть, сэр! Еще чей-то голос. — Ветер свежеет, сэр. Идет шторм. — Приготовиться, — скомандовал помощник. — Взять рифы на топселе и бомбрамселе. — Есть, сэр! Через некоторое время помощник спросил. — Но как он? — Отходит, — ответил доктор. — Пускай полежит еще минут десять. — Все приготовили, чипс! — Все, сэр! И парусину, и ядро. Все готово. — А Библия? Отпевание? — Не задержим, сэр! Снова стало тихо. Даже ветер свистел теперь еле-еле, будто во сне. Потом послышался голос доктора. — Как вы думаете, он знает, что его ждет? — Что пойдет в ад? — По-моему, да. — Сомнений, надо полагать, быть не может. — Это был голос чипса, и прозвучал он печально. — Какое еще сомнение? — сказал помощник. — Да он и сам на этот счет не сомневался. Чего же вам еще? — Да, — согласился чипс. — Он всегда говорил, что там его, наверное, ждут. Долгая томительная тишина. Потом голос доктора, глухой и далекий, словно со дна глубокого колодца. — Все! — Отошел. — Ровно в двенадцать часов четырнадцать минут. — Тьма. — Сразу же непроглядная тьма. Я понял, что я умер. Я почувствовал, что куда-то нырнул, и догадался, что птицей взлетаю в воздух. На миг промелькнул подо мной у океана корабль, потом стало черно, ничего не видно, и я, разрезая со свистом воздух, понесся вверх. — Я весь тут! — мелькнуло у меня в мозгу. — Платье на мне. Все остальное тоже вроде как ничего не забыл. Они похоронят в океане мое чучело вместо меня. Я-то весь тут! Вдруг я увидел какой-то свет, и в следующее мгновение взлетел в море слепящего огня, и меня понесло сквозь пламя. На моих часах было двенадцать двадцать два. — Знаешь, что это было? — Солнце! — Я так и догадался, и позже моя догадка подтвердилась. Я был там через восемь минут после того, как снялся с якоря. Это помогло мне определить скорость хода — сто восемьдесят шесть тысяч миль в секунду. Девяносто три миллиона миль за восемь минут. Ну и возгорделся же я. Таких гордых призраков еще свет не видел. Я радовался, как ребенок, и жалел, что не с кем здесь устроить гонки. Не успел я это подумать, как солнце уже осталось далеко позади. Оно имеет меньше миллиона миль в диаметре, и я пролетел через него, не успев даже согреться. И снова попал в кромешную тьму. Да, во тьму, но сам-то я не был темным. Мое тело светило с мягким призрачным светом, и я подумал, что похож, вероятно, на осветляка. Откуда исходит свет, я не мог понять, но время на часах было видно, а это самое главное. Вдруг я заметил неподалеку свет, похожий на мой, и, обрадовавшись, приложил руки трубкой ко рту и окликнул — Эй, на корабле! — Есть! Привет вам, друг! — Откуда? — С Чатамстри. — Куда направляетесь? — А вы думаете, я знаю? — Небось, туда же, куда и я. — Имя? — Соломон Голдстейн. — А ваше? — Капитан Бен Сторнфилд, бывший житель Форхейвена и Фриска. — Пристраивайтесь, дружище! Он принял мое приглашение. В компании сразу стало веселее. Я от природы общителен, терпеть не могу одиночество. Но мне с детства внушили предубеждения против евреев. Знаете, как внушают всем христианам. Хотя души моей оно не затронуло, дальше головы не пошло. Но даже если бы и пошло, в тот момент оно бы исчезло. До того я томился одиночеством и мечтал о каком-нибудь попутчике. Господи, когда летишь в... Ну, слово, туда, куда я летел, спесив тебе поубавляется и бываешь рад любому, невзирая на качество. Мы помчались рядышком, беседуя, как старые знакомые. И это было очень приятно. Я решил, что сделаю доброе дело, если успокою Соломона и устраню все его сомнения. Когда в чем-нибудь не уверен, это всегда портит настроение. Я по себе знаю. Итак, поразмыслив, я сказал ему, что поскольку он летит со мной рядом, это доказывает, куда он летит. Вначале он был ужасно огорчен, но потом смирился, сказал, что так, пожалуй, даже лучше. Ведь ангелы, конечно, не примут его в свою компанию, еще прогонят, если он попробует к ним втереться. Так было в Нью-Йорке, а высшее общество, наверное, везде одинаково. Он просил меня не покидать его, когда мы прибудем в порт назначения. Ему нужна моя поддержка, ведь там у него не будет никого из своих. Бедняга так меня тронул, что я пообещал остаться с ним на веки вечные. Потом мы долго молчали. Я не тревожил его, чтобы дать ему привыкнуть к новой мысли. Ему это будет полезно. Время от времени я слышал его вздохи, а потом заметил, что он плачет. Тут, признаюсь, я рассердился на него и подумал. Типичный еврей. Пообещал какому-нибудь деревенщине сшить пиджак за четыре доллара, а теперь пожалел. Решил, что если бы вернулся, постарался бы стучить ему что-нибудь похуже качеством за пять. Бездушный народ. И никаких моральных принципов. А он все плакал и всхлипывал. А я от этого еще пуще злился на него и все меньше его жалел. Под конец я уже не сдержался и сказал. — Ну, хватит! Черт с ним с пиджаком! Выбросьте это из головы! — Пиджак? — Ну да. Уж горевали бы о чем-нибудь важном. — Кто вам сказал, что я горюю о пиджаке? — А о чем же еще? — Ах, капитан! Я схоронил свою маленькую дочку и теперь никогда, никогда ее не увижу. Я не выдержу этого горя. Ей-богу, он меня как ножом полоснул. Дай мне целую эскадру, я не соглашусь еще раз пережить такой стыд за свои гадкие мысли. И я в этом признался ему, покаялся перед ним и так себя ругал, так ругательски ругал, что даже его расстроил, и уж перестал говорить. Половины того, что хотел, не высказал. А он принялся умолять меня, чтобы я не говорил про себя таких страшных вещей и не раздавал истории, что я ошибся, а ошибка не преступление. Правда, это было великодушно с его стороны. — Что? — Нет? — По-моему, да. Я считаю, что из него мог бы получиться отменный христианин. И я ему прямо это сказал. И если бы не было поздно, я бы в жизни не пожалел, чтобы убедить его креститься. Мы снова заговорили, как друзья, и он уже больше не таил свои печали, а изливался мне открыто, а я с открытой душой слушал, пока она не переполнилась. Господи, какое это было горе! Он обожал свою дочку, лелеял, берег, как зеницу ока. Ей было десять лет. Она умерла шесть месяцев тому назад, и он был рад собственной смерти, так как надеялся на том свете снова заключить ее в объятия и больше никогда с ней не расставаться. И вот погибла его мечта. Он потерял свою дочку навсегда. Теперь это слово приобрело новый смысл. Я был ошеломлен, подавлен. И вот рядом со мной отец, потерявший эту надежду. Как же я не подумал, почему не промолчал? Он бы сам потом догадался. Слезы все еще струились по его щекам, и из груди рвали стоны, губы вздрагивали, и он шептал, «Бедная крошка мини, и я бедный несчастный». А я повторял про себя его слова, «Бедная крошка мини, и я бедный несчастный». Я этого не забыл. Это застряло, как заноза у меня в сердце. Не раз потом, вспоминая трагедию бедного еврея, я говорил себе, «Эх, вот если бы я держал путь в рай, тогда я бы поменялся с ним местами, и он свиделся бы со своей дочкой, пусть меня Бог накажет, если я вру. Вот попадешь сам в такое положение, тогда поймешь мое чувство». Глава 2 Мы болтали еще долго, и сильно уставшие заснули часа в два ночи, спали крепким сном и проснулись бодрые, освежившиеся около полудня. Есть нам не хотелось. Но покурил бы я с великим удовольствием, будь у меня табак и трубка, и выпить бы тоже не отказался. Необходимо было привести в порядок мысли. Проснувшись, мы сперва не могли сообразить, что с нами произошло. Нам казалось, что мы все видели во сне, да и потом не сразу избавились от ощущения, что это был сон. Однако все же избавились. И тут, вспомнив, куда летим, мы содрогнулись от ужаса. Потом ужас сменился изумлением. И радостью. Радостью, потому что мы еще не прибыли. Во мне шевельнулась надежда. А вось не скоро долетим. — Сколько мы уже прошли, а, капитан Сторнфилд? — Миллиард сто миллионов миль. А может, даже миллиард двести. — Ах, майн гот, какая быстрота! — Еще бы! Быстрее нас только мысль. Даже курьерскому поезду потребовалось бы дней двадцать пять, от силы двадцать четыре, чтобы объехать земной шар. А мы за одну секунду можем облететь его четыре раза. Эх, жаль, Соломон, что не с кем устроить нам гонки! Во второй половине дня мы заметили слабый свет с Ост-Норд-Остен-Оста, примерно на два румба от ветра. Мы его окликнули, и он пристроился к нам. Это оказался покойник по фамилии Бейли из Ошкоша, покинувший землю накануне в семь часов десять минут вечера. Мало и неплохое, но, как видно, любитель погрустить и помечтать, по политическим убеждениям, республиканец, вбивший себе в голову, что никакая сила, кроме его партии, не способна спасти цивилизацию. Он был в меланхолическом настроении, но мы его расшевелили, втянули в беседу, и он, немножко повеселев, кое-что рассказал о себе. Между прочим, и то, что покончил жизнь самоубийством. Мы это и раньше заподозрили, по дырке у него на лбу. С Вайкой так не проткнешь. Потом он опять предался грусти и поведал нам причину. Он был щепетильно честен, а перед смертью сделал некий политический ход и теперь все сомневался, вполне ли это было этично. У них в городке, где он жил, предстояли выборы на замещение какой-то должности в муниципалитете, и успех зависел от перевеса в один голос. А Бейли знал, что не сможет присутствовать на выборах, так как в это время будет уже здесь, где мы. И он подумал, что если кто-нибудь из членов демократической партии тоже устранится от выборов, тогда успех республиканскому кандидату все равно обеспечен. И вот, уже решившись на самоубийство, он отправился к одному своему другу, демократу, человеку стражайших нравственных правил, и убедил его составить ему пару. Этим он спас республиканский список и лишь тогда застрелился. Но теперь его немножко тревожил этот поступок. Он не был уверен, что как пресвятырианин поступил правильно. Соломон тут сразу проникся к нему симпатией. По его мнению, выдумка Бейли была замечательная. И он, что называется, ел его глазами, завидовал его уму и, ухмыляясь этакой хитрой и чисто еврейской ухмылкой, хлопал себя по ляжке и восклицал. — Ох, Бейли, ты меня прямо так и подбиваешь креститься! А застрелился-то Бейли из-за девушки, такой Кандес Миллер. Он никак не мог добиться от нее ответа, любит ли она его, хотя казалось, что любит, и он питал надежду жениться на ней. Судьбу его решила записка, в которой Кандес призналась ему, что любит его как друга и хотела бы навсегда сохранить с ним добрые отношения, но сердце ее принадлежит другому. Рассказывая нам это, бедняга Бейли не выдержала из-за плака. И ведь вот как иногда бывает, внезапно мы заметили позади голубоватый свет, мы его окликнули, и когда он приблизился к нам, Бейли вскричал, — Господи! Том Уилсон! Вот так сюрприз! А ты каким образом очутился здесь, приятель? Уилсон так умоляюще поглядел на него, что у меня сердце защемило. Он сказал, — Не радуйся мне, Джордж! Я этого не стою! Я подлый негодяй! Мне не место среди добрых людей! — Полно вздор молоть! — Чего это ты так? — удивился Бейли. — Джордж! Я поступил как предатель! Ты был мой самый лучший друг! Мы с тобой дружили с детства, а я причинил тебе такое страшное зло! Но мне и в голову не приходило, что моя дурацкая шутка может иметь такие роковые последствия. — Это я написал тебе письмо, будто от ее имени. Она ведь любила тебя, Джордж! — Не может быть! — Да, любила! Она первая бежала к тебе в дом, увидела тебя мертвого в луже крови, и рядом письмо, подписанное ее именем, и поняла все. Она упала на твое бездыханное тело, осыпала поцелуями твое лицо, глаза, клялась тебе в любви, рыдала и сокрушалась. И выходит, что это я тебя убил, и я же разбил ее сердце. Я не мог этого пережить. И, как видишь, я здесь. Ну-ну, еще один самоубийца. Бейли понимал, что назад дороги нет. На него было жалко смотреть. Он сгоряча решил убить себя, поддавшись отчаянию и даже не проверив, правда ли, что письмо написала та девушка. Он все повторял, что не может простить себе такую поспешность. И почему он не подождал, почему был глух к голосу разума и все прикидывал, как ему следовало поступить и как он поступил бы теперь, если бы можно было вернуться. Но что толку? Как не жалко нам было его. Мы знали, что возврата нет. Ужасная история. Люди думают, что смерть приносит покой. Ничего, умрут, тогда узнают. Соломон оттянул Бейли в сторонку, чтобы успокоить его. Это он правильно сделал. Люди, у которых свое горе, умеют утешить других. Примерно через неделю мы нагнали еще одного путешественника. На сей раз это оказался негр. Ему было лет тридцать восемь-сорок. Почти половину своей жизни он провел в рабстве. Звали его Сэм. Симпатичный, малый, добродушный и жизнерадостный. Уже позднее я понял, что каждый, вновь прибывший, сперва производит на остальных гнетучие впечатления. Он только и думает, что о своих родных, о том, как они его оплакивают, и ни о чем другом он не способен говорить. И требует от всех внимания и сочувствия. И со слезами рассказывает, что за славная, добрая у него жена или бедная старушка-мать, сестренка или братья. И, конечно, все это надо выслушивать с подобающей кротостью, и настроение у всех портится на несколько дней. Каждый начинает вспоминать свое горе, свою семью и своих близких. Но самое тяжкое, когда новичок — молодой человек, у которого осталась на земле возлюбленность. Тут уж нет конца слезам, и сетованиям, и разговорам, и в который раз этот остачертевший вопрос. — Как вы думаете, она скоро откажется жить, скоро придет сюда? — Что можно ответить только одно? — Будем надеяться. Но когда ты повторил это несколько тысяч раз, уже терпение лопается, и думаешь, лучше бы мне не умирать. А покойник — он что? Он тот же человек, и, естественно, приносит с собой свои привычки. Ведь вот, приезжая в какой-нибудь город, в любой город на свете, слышим же мы вечно одни и те же вопросы. — Вы у нас впервые? — Как вам здесь нравится? — Когда вы приехали? — Сколько намерены здесь пробыть? — Иной раз удираешь на следующий же день. — Лишь бы скрыться от этих вопросов. — Но со скорбящими влюбленными мы придумали лучше. Мы соединили их в одну группу, предоставив им утешать друг друга. Им это не повредило, напротив, даже понравилось. — Сочувствие и соболезнований хоть отбавляй. А больше им ничего и не нужно. У Сэма оказались в кармане трубка, табак и спички. Не могу передать, как я обрадовался. Но радость моя быстро померкла. Спички не загорались. Бейли объяснил нам причину. Мы летим в безвоздушном пространстве, а для огня необходим кислород. Все-таки я посоветовал Сэму не бросать курительные принадлежности, а вось мы еще влетим в атмосферу какого-нибудь светила или планеты, и, если позволят ее размеры, может быть, успеем сделать одну-две затяжки. Но Бейли сказал, что это маловероятно. — Наши тела и одежда утратили свои земные свойства, — пояснил он. — Иначе мы мигом сгорели бы, когда прорывали сквозь слои атмосферы, окружающие землю. И табаку тоже утратил свои земные свойства. Он теперь несгораемый. — Вот какая штука! — Все же я предложил сохранить табачок. Уж в аду-то он загорится! Когда негр услыхал, куда я лечу, он очень расстроился, не хотел верить и принялся спорить со мной и доказывать, что я ошибаюсь. Но я нисколько не сомневался и сумел его убедить. Он жалел меня, как самый близкий друг, и все утешал, что, может быть, там не так уж жарко, как говорят, и успокаивал, что я привыкну, а привычка ведь все облегчает. Его добрые слова расположили меня к нему, а когда он предложил мне на память свой табак и трубку, я совсем растаял. Славный человек! Ну, как все негры! Чтобы у негра было злое сердце, этого я почти никогда не встречал. Мелькали недели. Время от времени к нам присоединялись новые спутники, и к концу первого года нас уже было 36 человек. Мы были похожи на рой светляков, прелестное зрелище. Нас мог бы набраться целый полк, если бы все мы летели вместе, но, к сожалению, не у всех была одинаковая скорость. Правда, эскадра обычно равняется по тихоходам, и я еще подтянул их немного, установив норму 200 тысяч миль в секунду, но все же те, кто спешил поскорее встретиться с друзьями, умчались вперед, и мы не стали их удерживать. Лично я не торопился. Мои дела подождут. Позади остались чахоточные и прочие больные, они ползли, как черепахи, и мы потеряли их из виду. Нахалов и скандалистов, которые поднимают шум изо всякой чепухи, я прогнал с дороги, отчитав как следует и предупредив, чтобы держались подальше. С нами оставался разный народ и помоложе, и постарше. В общем, ничего. Неплохие люди, хотя, надо признать, кое-кто из них не вполне соответствовал требованиям. Глава третья Так вот, когда я пробыл покойником лет тридцать, меня начала разбирать тревога. Ведь все это время я несся в пространстве вроде кометы. Я сказал «вроде». Но, поверь, Питерс, я все кометы оставил позади. Правда, ни одна из них не следовала в точности по моему курсу. Кометы движутся по вытянутому кругу, наподобие лосо. Я же мчался в загробный мир прямо, как стрела. Но изредка я замечал такую комету, которая час-другой шла моим курсом, и тогда у нас затевались гонки. Только гонки эти бывали обычно односторонние. Я проносился мимо кометы, а она как будто стояла на месте. Обыкновенные кометы делают не более двухсот тысяч миль в минуту. Так что, когда мне попадалась одна из них, ну, например, комета Энке или Галея, я едва успевал крикнуть «Здравствуй» и «Прощай». Разве же это гонки? Такую комету можно сравнить с товарным поездом, а меня с телеграммой. Впрочем, выбравшись за пределы нашей астрономической системы, я начал натыкаться и на кометы иного рода. В некоторой мере мне подстать. У нас таких нет и в помине. Однажды ночью я шел ровным ходом, под всеми парусами, попутным ветром, считая, что делаю не менее миллиона миль в минуту, если не больше, и вдруг заметил удивительно крупную комету на три румба к носу от моего правого борта. По ее кормовым огням я определил направление «Норд-Остен-Ост». Она летела так близко от моего курса, что я не мог упустить этот случай. И вот я отклонился на румб, закрепил штурвал и бросился догонять ее. Ты бы слышал, с каким свистом я разрезал пространство, поглядел бы, какую я поднял электрическую бурю. Через полторы минуты я был весь охвачен электрическим сиянием, до того ярким, что на много миль вокруг сделало светло, как днем. Издали комета светилась синеватым огоньком, точно потухающий факел. Но чем ближе я подлетал, тем яснее было видно, какая она огромная. Я нагонял ее так быстро, что через сто пятьдесят миллионов миль уже попал в ее фосфоресцирующий кильватор и чуть не ослеп от страшного блеска. Ну, думаю, это к нее и врезаться недолго. И, подавшись в сторону, стал набирать скорость. Мало-помалу я приблизился к ее хвосту. Знаешь, что это напоминало? Точно комар приблизился к континенту Америки. Я все не сбавлял ходу. Постепенно я прошел вдоль корпуса кометы более ста пятидесяти миллионов миль, но убедился по ее очертаниям, что не достиг даже талии. — Эх, Питерс, разве на Земле мы знаем толк в кометах? Если хочешь увидеть комету достойную внимания, надо выбраться за пределы нашей Солнечной системы, туда, где они могут развернуться, понимаешь? Я, друг мой, повидал там такие экземпляры, которые не могли бы влезть даже в орбиту наших самых известных комет. Хвосты у них обязательно свисали бы наружу. Ну, я пронесся еще сто пятьдесят миллионов миль и, наконец, поравнялся с плечом кометы, если позволительно так выразиться. Я был с собой весьма доволен. Право слово, пока вдруг не заметил, что к борту кометы подходит вахтенный офицер и наставляет подзорную трубу в мою сторону. И сразу же раздается его команда. — Эй, там внизу! Надо дать жару! Надо дать жару! Подбросить еще сто миллионов миллиардов тонн серы! — Есть, сэр! — Свести вахту со Штирборта! Всех наверх! — Есть, сэр! — Послать двести тысяч миллионов человек поднять бомбрамсели и трюмсели! — Есть, сэр! — Поднять лисели! Поднять все до последней тряпки! Затянуть парусами от носа до кормы! — Есть, сэр! Я сразу понял, Питерс, что с таким соперником шутки плохи! Не прошло и десяти секунд, как комета превратилась в сплошную тучу огненно-красной парусиной. Она уходила в невидимую ввысь. Она точно раздулась и заполнила все пространство. Серный дым валом повалил из топок! Нельзя описать, что это было! А уж про запах и говорить нечего! И как понеслась эта махина! И что за шум на ней поднялся! Свистали тысячи ботсманских дудок! И команда, которой хватило бы, чтоб носили сто тысяч таких миров, как наш, ругалась хором! Ничего похожего я в своей жизни не слыхал! С ревом и грохотом мы мчались рядом изо всех сил. Ведь в моей практике еще не бывало, чтобы какая-нибудь комета обогнала меня. И я решил, хоть лопну, а добьюсь победы. Я знал, что заслужил определенную репутацию в мировом пространстве. И не собирался ее терять. Я заметил, что обхожу комету медленнее, чем в начале, но все же обхожу. На комете царило страшное волнение. Более ста миллиардов пассажиров высыпало на палубу. Все они сгрудились у левого борта и стали держать пари, кто победит в наших гонках. Естественно, это вызвало крен кометы и уменьшило ее скорость. Ух, как рассверепел помощник капитана! Он бросился в толпу со своим рупором в руках и заорал. — Отойди от борта! От борта вы... Капитан Стормфилд не мог вспомнить это слово. По его мнению, оно было на каком-то иностранном языке. Примечание Аспера. — Не то всем вам, идиотам, черепа раскрою! Ну, а я потихоньку обгонял и обгонял, пока не подпортнул к самому носу этого огненного чудища. Теперь уже и капитана вытащили из постели. И он стоял на передней палубе, освещенный багровым заревом рядом со своим помощником, без тертока, в ночных туфлях, волосы торчат во все стороны, как воронье гнездо, подтяжки с одного боку свисают. Вид у него и у помощника был порядком расстроенный. Пролетая мимо них, я просто не в силах был удержаться, показал им нос и крикнул. — Счастливо оставаться! Прикажете передать привет вашим родственникам? Это была ошибка, Питерс. Я не раз потом пожалел о своих словах. Да, это была ошибка. Понимаешь, капитан уже готов был сдаться, но такой насмешки он стерпеть не мог. Он повернулся к помощнику и спрашивает. — Хватит у нас серы на весь рейс? — Да, сэр! — Это точно? — Да, сэр! Хватит с избытком! — Сколько у нас тут груза для сатаны? — Миллион восемьсот тысяч миллиардов казарков! — Прекрасно! Тогда пусть его квартиранты померзнут до прибытия следующей кометы. — Облегчить судно! — Живо! — Живо, ребята! Весь груз за борт! — Питерс, посмотри мне в глаза и не пугайся. На небесах я выяснил, что каждый казарк — это сто шестьдесят девять таких миров, как наш. Вот какой груз они вываливали за борт. При падении он смел начисто кучу звезд, точно это были свечки, и кто-то их задул. Что касается гонок, то на этом все кончилось. Освободившись от балласток, комета пронеслась мимо меня так, словно я стоял на якоре. С кормы капитан показал мне нос и прокричал. — Счастливо оставаться! Теперь, может быть, вы пожелаете передать привет вашим близким в вечных тропиках! Потом он натянул на плечо болтавшийся конец подтягжек и пошел прочь. А через каких-нибудь три четверти часа комета уже опять лишь мелькала вдали слабым огоньком. — Да, Питерс, я совершил ошибку. Дернуло же меня такое сказать. Я, наверное, никогда не перестану жалеть об этом. Я выиграл бы гонки у небесного нахала, если бы только придержал язык. Но я несколько отвлекся. Возвращаюсь к своему рассказу. Теперь ты можешь себе представить мою скорость. И вот после тридцати лет такого путешествия я, повторяю, забеспокоился. Не скажу, что я не получал удовольствия. Нет, я повидал много нового, интересного. А все-таки одному как-то, понимаешь, скучно. И хотелось уж где-нибудь ошвартоваться. Ведь не затем же я пустился в путь, чтобы вечно странствовать. В начале я был даже рад, что дело затягивается. Я ведь полагал, что меня ждет довольно жаркое местечко. Но в конце концов мне стало казаться, что лучше пойти ко всем, словом, куда угодно, чем томиться неизвестностью. И вот как-то ночью... Там постоянно была ночь. Разве что когда я летел мимо какой-нибудь звезды, которая ослепительно сияла на всю Вселенную. Уж тут-то, конечно, бывало светло. Но через минуту или две я поневоле оставлял ее позади и снова погружался во мрак на целую неделю. Звезды находятся вовсе не так близко друг к другу, как нам это кажется. — О чем бишь я? — Ах, да! Лечу я однажды ночью, и вдруг вижу впереди на горизонте длиннейшую цепь мигающих огней. Чем ближе, тем они все больше росли и ширились, и вскоре стали похожи на гигантские печи. — Прибыл, наконец, ей-богу! — говорю я себе. И, как следовало ожидать, отнюдь не в рай. И лишился чувств. Не знаю, сколько времени длился мой обморок. Наверное, долго, потому что, когда я очнулся, тьма рассеялась, светило солнышко, и воздух был теплый и ароматный до невозможности. А местность передо мной расстилалась прямо таки удивительной красоты. То, что я принял за печи, оказалось воротами из сверкающих драгоценных камней высотой во много миль. Они были вделаны в стену из чистого золота, которой не было ни конца, ни края, ни в правую, ни в левую сторону. К одним из ворот я и понесся, как угорелый. Тут только я заметил, что в небе черно от миллионов людей, стремившихся туда же. С каким гулом они мчались по воздуху? И вся небесная твердь кишела людьми, точно муравьями. Я думаю, их там было несколько миллиардов. Я опустился, и толпа повлекла меня к воротам. Когда подошла моя очередь, главный клерк обратился ко мне весьма деловым тоном. — Ну, быстро, вы откуда? — Из Сан-Франциско. — Сан-Фран... Как? Как? — Сан-Франциско. Он с недоуменным видом почесал в затылке, потом говорит. — Это что, планета? — Надо же такое придумать, Питерс, ей-богу! — Планета? — говорю я. — Нет. Это город. Более того, это величайший, прекраснейший. — Хватит! — прерывает он. — Здесь не место для разговоров. Городами мы не занимаемся. Откуда вы вообще? — Ах, прошу прощения, — говорю я. — Запишите. — Из Калифорнии. Опять я Питерс поставил этого клерка в тупик. На его лице мелькнуло удивление, а потом он резко, с раздражением сказал. — Я таких планет не знаю. Это что, созвездие? — О, Господи, — говорю я. — Какое ж это созвездие? — Это штат. — Штатами мы не занимаемся. Скажете ли вы, наконец, откуда вы вообще, вообще в целом? Все еще не понимаете? — Ага. Теперь сообразил, чего вы хотите. Я из Америки, из Соединенных Штатов Америки. Верь не верь, Питер, но и это не помогло. Разрази меня гром, если я вру. Его физиономия ни капельки не изменила, все равно как мишень после стрелковых соревнований милиции. Он повернулся к своему помощнику и спрашивает. — Америка? Это где? Это что такое? И тот ему поспешно отвечает. — Такого светила нет. — Светила? — говорю я. — Да о чем вы, молодой человек, толкуете? Америка не светила. Это страна, это континент, и я открыл Колумб. О нем-то вы слышали, надо полагать. Америка, сэр, Америка... — Молчать! — прикрикнул главный. — Последний раз спрашиваю. — Откуда вы прибыли? — Право, не знаю, как еще вам объяснить, — говорю я. Остается свалить все в одну кучу и сказать, что я из мира. — Ага! — обрадовался он. — Вот это ближе к делу. — Из какого же именно мира? — Вот теперь Питерс уже не я его, а он меня поставил в тупик. Я смотрю на него, раскрыв рот, и он смотрит на меня, охмурится, потом как вспылит. — Ну? — Из какого? — А я говорю. — Как из какого? — Из того, единственного, разумеется. — Единственного? Да их миллиарды! Следующий! — Это означало, что мне нужно посторониться. Я так и сделал. И какой-то голубой человек с семью головами и одной ногой прыгнул на мое место. А я пошел прогуляться. И только тогда я сообразил, что все мириады существ, толпящихся у ворот, имеют точно такой же вид, как тот голубой человек. Я принялся искать в толпе какое-нибудь знакомое лицо, но ни единого знакомого не нашлось. Я обмозговал свое положение и, в конце концов, бочком пролез обратно, как говорится, тише воды ниже травы. — Но? — спрашивает меня главный клерк. — Видите ли, сэр? — говорю я довольно робко. — Я никак не соображу, из какого именно я мира. Может быть, вы сами догадаетесь, если я скажу, что это тот мир, который был спасен Христом. При этом имени он почтительно наклонил голову и кротко сказал. — Миров, которые спас Христос, столько же, сколько ворот на небесах. Счесть их никому не под силу. В какой астрономической системе находится ваш мир? Это, пожалуй, нам поможет. — В той, где Солнце, Луна и Марс... Он только отрицательно мотал головой, никогда, мол, не слыхал таких названий. — И Нептун, и Уран, и Юпитер... — Стойте, минуточку. Юпитер. 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 Кажется, у нас был оттуда человек лет восемьсот-девятьсот тому назад. Но люди из той системы очень редко проходят через наши ворота. Вдруг он впился в меня глазами так, что я подумал. — Вот сейчас пробуравит насквозь. А затем спрашивает, отчеканивая каждое слово. — Вы явились сюда прямым путем из вашей системы? — Да, — ответил я, но все же малость покраснел. Он очень строго посмотрел на меня. — Неправда. И здесь не место лгать. Вы отклонились от курса. Как это произошло? Я опять покраснел и говорю. — Извините. Беру свои слова назад и каюсь. Один раз я вздумал потягаться с кометой. Ну, совсем, совсем чуть-чуть. — Так, так, — говорит он далеко не сладким голосом. — И отклонился-то я всего на один румб, — продолжаю я рассказывать. — И вернулся на свой курс в ту же минуту, как окончились гонки. — Неважно. Именно это отклонение и послужило всему причиной. Оно и привело вас к воротам за миллиарды миль от тех, через которые вам надлежало пройти. Если бы вы попали в свои ворота, там про ваш мир все было бы известно и не произошло бы никакой проволочки. Но мы постараемся вас обслужить. Он повернулся к помощнику и спрашивает. — В какой системе Юпитер? — Не помню, сэр, — отвечает тот. — Но, кажется, где-то в каком-то пустынном уголке Вселенной имеется такая планета, входящая в одну из малых новых систем. Сейчас посмотрю. У них там висела карта величиной со штата Рут-Айленд. Он подкатил к ней воздушный шар и полетел вверх. Скоро он скрылся из виду, а через некоторое время вернулся вниз, закусил на скорую руку и снова улетел. Короче говоря, он это повторял два дня, после чего спустился к нам и сказал, что как будто нашел на карте нужную солнечную систему, впрочем, не ручается, возможно, это след от мухи. Взяв микроскоп, он опять поднялся вверх. Опасения его, к счастью, не оправдались. Он действительно разыскал солнечную систему. Он заставил меня описать подробно нашу планету и указать ее расстояние от Солнца, а потом говорит своему начальнику. — Теперь я знаю, сэр, о какой планете этот человек толкует. Она имеется на карте и называется Бородавка. — Не поздоровилось бы тебе, — подумал я, — если бы ты явился на эту планету и назвал ее Бородавкой. — Ну, тут они меня впустили и сказали, что отныне и навеки я могу считать себя спасенным и не буду больше знать никаких тревог. Потом они отвернулись от меня и погрузились в свою работу, дескать, со мной все покончено и мое дело в порядке. Меня это удивило, но я не осмелился заговорить первым и напомнить о себе. Просто, понимаешь, я не мог это сделать. Люди заняты по горло, а тут еще заставлять их со мной возиться. Два раза я решил махнуть на все рукой и уйти. Но, подумав, как нелепо буду выглядеть в своем обмундировании среди прощенных душ, я опятился назад на старое место. Разные служащие начали поглядывать на меня, удивляясь, почему я не ухожу. Дольше терпеть это было невозможно. И вот я наконец расхрабрился и сделал знак рукой главному клерку. Он говорит. — Как? Вы еще здесь? Чего вам не хватает? Я приложил ладони трубкой к его уху и зашептал, чтобы никто не слушал. — Простите, пожалуйста, не сердитесь, что я словно вмешиваюсь в ваши дела, но не забыли ли вы чего? Он помолчал с минуту и говорит. — Забыл? — Нет, по-моему, ничего. — А вы подумайте, — говорю я. Он подумал. — Нет, кажется, ничего. — А в чем дело? — Посмотрите на меня, — говорю я. — Хорошенько посмотрите. Он посмотрел и спрашивает. — Ну, что? — Как что? И вы ничего не замечаете? Если бы я в таком виде появился среди избранных, разве я не обратил бы на себя всеобщее внимание? Разве не показался бы всем странным? — Я, право, не понимаю, в чем дело, — говорит он. — Чего вам еще надо? — Как чего? У меня, мой друг, нет ни арфы, ни венца, ни нимба, ни псалтыря, ни пальмовой ветви. Словом, ни одного из тех предметов, которые необходимы здесь каждому. — Знаешь, Питерс, как он растерялся. — Ты такой растерянной физиономии сроду не видывал. После некоторого молчания он говорит. — Да вы, оказывается, диковинный субъект. С какой стороны не взять? Первый раз в жизни слышу о таких вещах. Я глядел на него, не веря своим ушам. — Простите, — говорю, — не в обиду вам будь сказано, но как человек, видимо, проживший в Царстве Небесном весьма солидный срок, вы здорово плохо знаете его обычаи. — Его обычаи, — говорит он, — любезный друг, небеса велики. В больших империях встречается множество различных обычаев, и в мелких тоже, как вы, несомненно, убедились на карликовом примере бородавки. Неужели вы воображаете, что я в состоянии изучить все обычаи бесчисленных Царствий Небесных? У меня при одной этой мысли голова кругом идет. Я знаком с обычаями тех мест, где живут народы, которым предстоит пройти через мои ворота. И, поверьте, с меня хватит, если я сумел уместить в своей голове то, что день и ночь штудирую вот уже тридцать семь миллионов лет. Но воображать, что можно изучить обычаи всего бескрайнего небесного пространства? — Нет. Это надо быть просто сумасшедшим. Я готов поверить, что странное одеяние, о котором вы толкуете, считается модным в той части рая, где вам полагается пребывать. Но в наших местах его отсутствие никого не удивит. — Ну, раз так-то уж ладно, — подумал я, попрощался с ним и зашагал прочь. Целый день я шел по огромной канцелярии, надеясь, что вот-вот дойду до конца ее и попаду в рай. Но я ошибался. Это помещение было построено по небесным масштабам. Естественно, оно не могло быть маленьким. Под конец я так устал, что не в силах был двигаться дальше. Тогда я присел отдохнуть и начал останавливать каких-то нелепого вида прохожих, пытаясь что-нибудь у них узнать. Но ничего не узнал, потому что они не понимали моего языка, а я не понимал ихнего. Я почувствовал нестерпимое одиночество. Такая меня проняла грусть, такая тоска по дому, что я сто раз пожалел, зачем я умер. Ну и, конечно, повернул назад. На завтра около полудня я добрался до места, откуда пустился в путь. Подошел к регистратуре и говорю главному клерку. — Теперь я начинаю понимать. Чтобы быть счастливым, надо жить в своем собственном раю. — Совершенно верно, — говорит он. — Неужели вы думали, что один и тот же рай может удовлетворить всех людей без различия? — Признаться, да. Но теперь я вижу, что это было глупо. Как мне пройти, чтобы попасть в свой район? Он подозвал помощника, который давеча изучал карту, и тот указал мне направление. Я поблагодарил его и шагнул было прочь, но он остановил меня. — Подождите минутку. Это за много миллионов миль отсюда. Выйдите наружу и встаньте вон на тот красный ковер. Закройте глаза, задержите дыхание и пожелайте очутиться там. — Прям долго благодарен, — сказал я. — Что ж вы не метнули меня туда сразу, как только я прибыл? — У нас здесь и так забот хватает. Ваше дело было подумать и попросить об этом. Прощайте. Мы, вероятно, не увидим вас в нашем краю тысячу веков или около того. — В таком случае, Ор-Э-Бу-Ар, — сказал я. Я вскочил на ковер, задержал дыхание, зажмурил глаза и пожелал очутиться в регистратуре моего района. В следующее мгновение я услышал знакомый голос, выкрикнувший деловито. — Арфу и псалтырь, пару крыльев и нимб тринадцатый размер для капитана Элли Стромфилда из Сан-Франциско. Выпишите ему пропуск и пусть войдет. Я открыл глаза. — Верно, угадал. Это был один индеец племени Пайют, которого я знал в округе Тулари. Очень славный парень. Я вспомнил, что присутствовал на его похоронах. Церемония состояла в том, что покойника сожгли, а другие индейцы натирали себе лица его пеплом и выли, как дикие кошки. Он ужасно обрадовался, увидев меня, и, можешь не сомневаться, я тоже рад был встретить его и почувствовать, что наконец-то попал в настоящий рай. Насколько хватало глаз, всюду сновали и суетились целые полчища клерков, обрежая тысячи ямки, мексиканцев, англичан, арабов и множество разного другого людо. Когда мне дали мое снаряжение, я надел нимб на голову и, взглянув на себя в зеркало, чуть не прыгнул до потолка отчасти. — Вот это уже похоже на дело! — сказал я. — Теперь все у меня как надо. Покажите, где облако! Через пятнадцать минут я уже был за милю от этого места на пути к гряде облаков. Со мной шла толпа, наверное, в миллион человек. Многие мои спутники пытались лететь, но некоторые упали и расшиблись. Полет вообще ни у кого не получался, поэтому мы решили идти пешком, пока не научимся пользоваться крыльями. Навстречу нам густо шел народ. У одних в руках были арфы и ничего больше, у других псалтыри и ничего больше, у третьих вообще ничего, и вид у них был какой-то жалкий и несчастный. У одного парня остался только нимб, который он нес в руке. Вдруг он протягивает его мне и говорит. — Подержите, пожалуйста, минутку. И исчезает в толпе. Я пошел дальше. Какая-то женщина попросила меня подержать ее пальмовую ветвь и тоже скрылась. Потом незнакомая девушка дала мне подержать свою арфу. И, черт возьми, этой тоже не стало. И так далее в том же духе. Скоро я был нагружен, как верблюд. Тут подходит ко мне улыбающийся старый джентльмен и просит подержать его вещи. Я вытер пот с лица и говорю довольно извительно. — Покорно прошу меня извинить, почтеннейший, но я не вешалка. Дальше мне стали попадаться на дороге целые кучи этого добра. Я незаметно избавился и от своей лишней ноши. Я посмотрел по сторонам и, знаешь, Питерс, все эти тысячные толпы, которые шли вместе со мной, оказались навьюченными, как я был раньше. Встречные, понимаешь, обращались к ним с просьбой поддержать их вещи одну минутку. Мои спутники тоже побросали все это на дорогу, и мы пошли дальше. Когда я взгромоздился на облако вместе с миллионом других людей, я почувствовал себя наверху блаженства и сказал. — Ну, значит, обещали не зря. Я уж было начал сомневаться. Но теперь мне совершенно ясно, что я в раю. Я помахал на счастье пальмовой веткой, потом натянул струны арфы и присоединился к оркестру. — Питерс, ты не можешь себе представить, какой мы подняли шум. Звучало это здорово, даже мороз по коже подирал. Но из-за того, что одновременно играли слишком много разных мотивов, нарушалась общая гармония. Вдобавок там собрались многочисленные индейские племена, и их воинственный клич лишал музыку ее прелести. Через некоторое время я перестал играть, решив сделать передышку. Рядом со мной сидел какой-то старичок, довольно симпатичный. Я заметил, что он не принимает участия в общем концерте, и стал уговаривать его играть. Но он объяснил мне, что по природе застенчив, и не решается начинать перед такой большой аудиторией. Слово за слово старичок признался мне, что он почему-то никогда особенно не любил музыку. По правде сказать, у меня самого появилось такое же чувство, но я ничего не сказал. Мы просидели с ним довольно долго, в полном бездействии, но в таком месте никто не обратил на это внимание. Прошло шестнадцать или семнадцать часов. За это время я играл и пел немножко, но все один и тот же мотив, так как других не знал. А потом отложил в сторону арфу и начал обмахиваться пальмовой веткой. И оба мы со старичком часто-часто завздыхали. Наконец он спрашивает. — Вы разве не знаете какого-нибудь еще мотива, кроме этого, который тренькаете целый день? — Ни одного, — отвечаю я. — А вы не могли бы что-нибудь выучить? — Никоим образом, — говорю я. Я уже пробовал, да ничего не получилось. — Слишком долго придется повторять одно и то же. Ведь вы знаете, впереди вечность. — Не сыпьте соли мне на раны, — говорю я. — У меня и так настроение испортилось. Мы долго молчали, потом он спрашивает. — Вы рады, что попали сюда? — Дедушка, — говорю я, — буду с вами откровенен. Это не совсем похоже на то представление о блаженстве, которое создалось у меня, когда я ходил в церковь. — Что, если нам смыться отсюда? — предложил он. — Полдня отработали, и хватит. — Я говорю. — С удовольствием. Еще никогда в жизни мне так не хотелось смениться с вахты, как сейчас. — Ну, мы и пошли. К нашей гряде облаков двигались миллионы счастливых людей, распивая Асанну, в то время как миллионы других покидали облако. И вид у них был, уверяю тебя, довольно кислый. Мы взяли курс на новичков, и скоро я попросил кого-то из них поддержать мои вещи. Одну минутку. И опять стал свободным человеком и почувствовал себя счастливым до неприличия. Тут как раз я наткнулся на старого сына Бартлета, который давно умер, и мы с ним остановились побеседовать. Я спросил его. — Скажи, пожалуйста, так это вечно и будет? Неужели не предвидится никакого разнообразия? — Но это он мне ответил. — Сейчас я тебе все быстро объясню. Люди принимают буквально и образный язык Библии, и все ее аллегории, поэтому, являясь суда, они первым делом требуют себе арфу, нимб и прочее. Если они просят по-хорошему, и если их просьбы безобидны и выполнимы, то они не встречают отказа. Им без единого слова выдают всю обмундировку. Они сойдутся, попоют, поиграют один денек, а потом ты их в хоре больше не увидишь. Они сами приходят к выводу, что это вовсе не райская жизнь. Во всяком случае, не такая, какую нормальный человек может вытерпеть хотя бы неделю, сохранив рассудок. Наша облачная гряда расположена так, что к старожилам шум отсюда не доносится. Значит, никому не мешает, что новичков пускают лезть на облако, где они, кстати сказать, сразу же и вылечиваются. — Заметь себе следующее, — продолжал он. — Рай исполнен блаженства и красоты. Но жизнь здесь кипит, как нигде. Через день после прибытия у нас никто уже не бездельничает. Петь псалмы и махать пальмовыми ветками целую вечность — очень милое занятие, как его расписывают в церковной кафедре. Но на самом деле более глупого способа тратить драгоценное время не придумаешь. Этак легко было бы превратить небесных жителей в сборище чирикающих невеж. В церкви говорят о вечном покое как о чем-то утешительном. Но попробуй испытать этот вечный покой на себе, и сразу почувствуешь, как мучительно будет тянуться время. Поверь, Стормфилд, такой человек, как ты, всю жизнь проведший в непрестанной деятельности, за полгода сошел бы с ума, попав на небо, где совершенно нечего делать. — Нет, рай — не место для отдыха. На этот счет можешь не сомневаться. Я ему говорю. — Сэм, услышь я это раньше, я бы огорчился, а теперь я рад. Я рад, что попал сюда. А он спрашивает. — Капитан, ты, небось, изрядно устал? — Я говорю. — Мало сказать, устал, Сэм. Устал, как собака. — Еще бы! Понятно. Ты заслужил крепкий сон, и сон тебе будет отпущен. Ты заработал хороший аппетит, и будешь обедать с наслаждением. Здесь, как и на земле, наслаждение надо заслужить честным трудом. Нельзя сперва наслаждаться, а зарабатывать право на это после. Но в раю есть одно отличие. Ты сам можешь выбрать себе род занятий, и если будешь работать на совесть, то все силы небесные помогут тебе добиться успеха. Человеку с душой поэта, который в земной жизни был сапожником, не придется здесь вточать сапоги. — Вот это справедливо и разумно, — сказал я. — Много работы, но лишь такой, какая тебе по душе. И никаких больше мук, никаких страданий. — Нет, погоди. Тут тоже много мук, но они не смертельны. Тут тоже много страданий, но они не вечны. Пойми, что счастье не существует само по себе. Оно лишь рождается как противоположность чему-то неприятному. Вот и все. Нет ничего такого, что само по себе являлось бы счастьем. Счастьем оно покажется лишь по контрасту с другим. Как только возникает привычка и притупляется сила контраста, тут и счастью конец. И человеку уже нужно что-то новое. Ну а на небе много мук и страданий, следовательно, много и контрастов. Стало быть, возможности счастья безграничны. Я говорю. — Сэм, первый раз слышу про такой сверхразумный рай. Но он так же мало похож на представление о рае, которое мне внушили с детских лет как живая принцесса на свое восковое изображение. Первый месяц я провел, болтаясь по царству небесному, заводя друзей и осматривая окрестности. И, наконец, поселился в довольно подходящем уголке, чтоб отдохнуть перед тем, как взяться за какое-нибудь дело. Ну и там я продолжал заводить знакомства и собирать информацию. Я подолгу беседовал со старым лысым ангелом, которого звали Сэнди МакУильямс. Он был родом откуда-то из Нью-Джерси. Мы проводили вместе много времени. В теплый денек после обеда ляжем, бывало, на пригорке под тенью скалы, курим трубки и разговариваем про всякое. Однажды я спросил его. — Сэнди, сколько тебе лет? — Семьдесят два. — Так я и думал. Сколько же ты лет в раю? — На Рождество будет двадцать семь. — А сколько тебе было, когда ты вознесся? — То есть как? Семьдесят два, конечно. — Ты шутишь? — Почему шучу? — Потому что если тогда тебе было семьдесят два, то значит теперь тебе девяносто девять. — Ничего подобного. Я остался в том же возрасте, в каком суда явился. — Вот как, — говорю я. — Кстати, чтоб не забыть, у меня есть к тебе вопрос. Внизу на земле я всегда полагал, что в раю мы все будем молодыми, подвижными, веселыми. — Что ж, если тебе этого хочется, можешь стать молодым. Нужно только пожелать. — Почему же у тебя не было такого желания? — Было. У всех бывает. — Ты тоже, надо полагать, когда-нибудь попробуешь. — Но только тебе это скоро надоест. — Почему? — Сейчас я тебе объясню. — Вот ты всегда был моряком. А каким-нибудь другим делом ты пробовал заниматься? — Да, одно время я держал бы колейную лавку на приисках, но это было не по мне, слишком скучно. Ни волнения, ни шторма, в словом, никакой жизни. Мне казалось, что я наполовину живой, а наполовину мертвый. А я хотел быть или совсем живым, или совсем уж мертвым. Я быстро избавился от лавки и опять ушел в море. — То-то и оно. — Лавочникам такая жизнь нравится. А тебе она не пришлась по вкусу. От того, что ты к ней не привык. — Ну, а я не привык быть молодым. И мне молодость была ни к чему. Я превратился в крепкого, кудрявого красавца, а крылья... Крылья у меня стали как у мотылька. Я ходил с парнями на пикники, танцы, вечеринки, пробовал ухаживать за девушками и болтать с ними разный вздор. Но все это было напрасно. Я чувствовал себя не в своей тарелке. Скажу больше. Мне это просто осточертело. Чего мне хотелось, так это рано ложиться и рано вставать, и иметь какое-нибудь занятие, и чтобы после работы можно было спокойно сидеть, курить и думать, а не колобродить с саравой пустоголовых мальчишек и девчонок. Ты себе не представляешь, до чего я настрадался, пока был молодым. — Сколько времени ты был молодым? — Всего две недели. Этого мне хватило с избытком. Ох, каким одиноким я себя чувствовал. Понимаешь, после того, как я семьдесят два года копил опыт и знания, самые серьезные вопросы, занимавшие этих юнцов, казались мне простыми, как азбука. А слушать их споры, право, это было бы смешно, если б не было так печально. Я до того соскучился по привычному солидному поведению и трезвым речам, что начал примазываться к старикам. Но они меня не принимали в свою компанию. По их нему я был никчемный молокосос и выскочка. Двух недель с меня вполне хватило. Я с превеликой радостью снова облысел и стал курить трубку и дремать, как бывало, под тенью дерева и лютился. — Позволь! — перебил я. — Ты хочешь сказать, что тебе будет вечно семьдесят два года? — Не знаю. И меня это не интересует. Но в одном я уверен. Двадцатипятилетним я уж ни за что не сделаюсь. У меня теперь знаний куда больше, чем двадцать семь лет тому назад. И узнавать новое доставляет мне радость. Однако же я как будто не старею. То есть я не старею телом, а ум мой становится старше, делается более крепким, зрелым и служит мне лучше, чем прежде. — Я спросил. — Если человек приходит сюда девяностолетним, неужели он не переводит стрелку назад? — Как же. Обязательно. Сначала он ставит стрелку на четырнадцать лет, походит немножко в таком виде, почувствует себя дурак-дураком и переведет на двадцать. Но и это не лучше. Он пробует тридцать, пятьдесят, восемьдесят, наконец девяносто, и убеждается, что лучше и удобнее всего ему в том возрасте, к которому он наиболее привык. Правда, если разум его начал сдавать, когда ему на земле минуло восемьдесят, то он останавливается на этой цифре. Он выбирает тот возраст, в котором ум его был всего острее. Потому что именно тогда ему было приятнее всего жить, и вкусы, и привычки его стали устойчивыми. — Ну, а если человеку двадцать пять лет, он остается навсегда в этом возрасте, не меняясь даже по внешнему виду? Если он глупец, то да. Но если он умен, предприимчив и трудолюбив, то приобретенные им знания и опыт меняют его привычки, мысли и вкусы, и его уже тянет в общество людей постарше возрастом. Тогда он дает своему телу постареть на столько лет, сколько надо, чтобы чувствовать себя на месте в новой среде. Так он все совершенствуется и, соответственно, меняет свой внешний облик. И в конце концов внешне он будет морщинистый и лысый, а внутренне проницательный и мудрый. — А как же новорожденные! — И они так же. — Ну, и идиотские же представления были у нас на Земле касательно всего этого. Мы говорили, что на небе будем вечно юными. Мы не говорили, сколько нам будет лет. Над этим мы, пожалуй, не задумывались. Во всяком случае, не у всех были одинаковые мысли. Когда мне было семь лет, я, наверное, думал, что на небе всем будет двенадцать. Когда мне исполнилось двенадцать, я, наверное, думал, что на небе всем будет восемнадцать или двадцать. В сорок я повернул назад. Помню, я тогда надеялся, что в раю всем будет лет по тридцать. Ни взрослый, ни ребенок никогда не считают свой собственный возраст самым лучшим. Каждому хочется быть или на несколько лет старше, или на несколько лет моложе. И каждый уверяет, что в этом полюбившемся ему возрасте пребывают все райские жители. Притом каждый хочет, чтобы люди в раю всегда оставались в этом возрасте, не двигаясь с места, да еще получали от этого удовольствие. Ты только представь себе, застыть на месте в раю. Вообрази какой это был бы рай, если бы его населяли одни семилетние щенки, которые только бы и делали, что катали обручи и играли в камешки. Или неуклюжие, робкие, сентиментальные недоделки девятнадцати лет. Или же только тридцатилетние, здоровые, частолюбивые люди, но прикованные, как несчастные рабы на галерах, к этому возрасту со всеми его недостатками. Подумай, каким унылым и однообразным было бы общество, состоящее из людей одних лет, с одинаковой наружностью, одинаковыми привычками, вкусами, чувствами. Подумай, насколько лучше такого рая оказалась бы земля с ее пестрой смесью типов, лиц и возрастов, с живительной борьбой бесчисленных интересов, не без приятностей, сталкивающихся в таком разнообразном обществе. — Слушай, Сэнди, — говорю я, — ты понимаешь, что делаешь? — Что же я, по-твоему, делаю? — С одной стороны, описываешь рай, как всегда, приятное местечко, но с другой стороны, оказываешь ему плохую услугу. — Это почему? — А вот почему. Возьми для примера молодую мать, которая потеряла ребенка и... — Ш-ш-ш-ш! Сэнди поднял палец. — Гляди. — К нам приближалась женщина. Она была средних лет, седая. Шла она медленным шагом, понурив голову и вяло безжизненно свесив крылья. У нее был очень утомленный вид, и она, бедняжка, плакала. Она прошла вся в слезах и не заметила нас. И тогда Сэнди заговорил тихо, ласково, с жалостью в голосе. Она ищет своего ребенка. Нет, похоже, что она уже нашла его. Господи, до чего она изменилась? Но я сразу узнал ее, хоть и не видел двадцать семь лет. Тогда она была молодой матерью, лет двадцати двух, а может, двадцати четырех. Цветущая, красивая, милая. Роза, да и только. И всем сердцем, всей душой она была привязана к своему ребенку, к маленькой двухлетней дочке. Но дочка умерла, и мать помешалась от горя, буквально помешалась. Единственной утехой для нее была мысль, что она встретится со своим ребенком в загробном мире, чтобы никогда уже не разлучаться. Эти слова, чтобы никогда уже не разлучаться, она твердила непрестанно, и от них ей становилось легко на сердце. Да-да, она просто веселела. Когда я умирал двадцать семь лет тому назад, она просила меня первым делом найти ее девочку и передать, что она надеется скоро прийти к ней, скоро, очень скоро. — Какая грустная история, Сэнди. Некоторое время Сэнди сидел молча, уставившись в землю, и думал. Потом произнес это так скорбно. И вот она, наконец, прибыла. — Ну и что? Рассказывай дальше. — Стормфилд. Возможно, она не нашла своей дочери, но мне лично кажется, что нашла. — Да, скорее всего. Я видел такие случаи и раньше. Понимаешь, в ее памяти сохранилась пухленькая крошка, которую она когда-то баюкала. Но здесь ее дочь не захотела оставаться крошкой. Она пожелала вырасти, и желание ее исполнилось. За двадцать семь лет, что прошли с тех пор, она изучила самые серьезные науки, какие только существуют, и теперь все учится и учится, и узнает все больше и больше. Ей ничто недорого, кроме науки. Ей бы только заниматься науками да обсуждать грандиозные проблемы с такими же людьми, как она сама. — Ну и что? — Как что? Разве ты не понимаешь, Стормфилд? Ее мать знает толк в клюкве, умеет разводить и собирать эти ягоды, варить варенье и продавать его, а больше ни черта. Теперь она не пара своей дочке, как не пара черепаха райской птицы. Бедная мать! Она мечтала возиться с малюткой. Мне кажется, что ее постигло разочарование. — Так что же будет, Сэнди? Они так и останутся навеки несчастными в раю? — Нет, они сблизятся, понемногу приспособятся друг к другу. Но только произойдет это не за год и не за два, а постепенно. Глава четвертая Мне пришлось немало помучиться со своими крыльями. На другой день после того, как я подпевал в хоре, я дважды пытался летать, но без успеха. Поднявшись в первый раз, я пролетел тридцать ярдов из шип какого-то ирландца, да, собственно говоря, и сам свалился. Потом я столкнулся в воздухе с епископом и, конечно, сбил его тоже. Мы обругали друг друга, но мне было весьма не по себе, что я боднул такого важного старика на глазах у миллиона незнакомых людей, которые, глядя на нас, едва удерживались от смеха. Я понял, что еще не научился править и потому не знаю, куда меня отнесет во время полета. Остаток дня я ходил пешком, опустив крылья. На следующее утро я чуть свет отправился в одно укромное место поупражняться. Я вскарабкался на довольно высокий утес, успешно поднялся в воздух и ринулся вниз, ориентируясь на кустик за триста ярдов или чуть подальше. Но я не сумел рассчитать силу ветра, который дул приблизительно под углом два румба к моему курсу. Я видел, что значительно отклоняюсь от своего ориентира и стал тише работать правым крылом, а больше жать на левое. Но это не помогло. Я почувствовал, что мне грозит опасность опрокинуться, так что пришлось сбавить ходу в обоих крыльях и опуститься. Я залез обратно на утес и еще раз попытал счастье, наметив место на два или на три румба правее куста и даже рассчитал дрейф, чтобы лететь более правильно к точке. В общем, у меня это получилось, но только летел я очень медленно. Мне стало ясно, что при встречном ветре крылья плохая подмога. Значит, если я хочу слетать в гости к кому-нибудь, кто живет далеко от моего дома, то придется, может, несколько суток ждать, чтобы ветер переменился. Кроме того, я понял, что в шторм вообще нельзя пользоваться крыльями. А если пуститься по ветру, истреплишь их сразу, ведь их не уменьшишь. Брать рифы на них, например, невозможно, значит, остается только одно — убирать их, то есть складывать по бокам, и все. Ну, конечно, при таком положении в воздухе не удержишься. Наилучший выход — убегать по ветру. Но это здорово тяжело. А начнешь мудрить — наверняка пойдешь ко дну. Недельки через две, помню, дело было во вторник. Я послал старому Сэнди МакВильямсу записку с приглашением прийти ко мне на следующий день вкусить манны и куропаток. Едва войдя, он хитро подмигнул и спрашивает. — Ну, капитан, куда ты девал свои крылья? Я сразу уловил насмешку в его словах, но не подал виду и только ответил. Отдал стирку. — Да-да, в эту пору они по большей части в стирке. Отозвался он суховатым тоном. — Уж это я заметил. Новоиспеченные ангелы — страсть какие чистюли. Когда ты думаешь получить их обратно? — Послезавтра. Он подмигнул мне и улыбнулся, а я говорю. — Сэнди, давай начистоту, выкладывай. Какие могут быть тайны от друзей? Я обратил внимание, что ни ты, ни многие другие не носят крыльев. Я вел себя как идиот, да? — Пожалуй. Но это ничего. Вначале мы все такие, это вполне естественно. Понимаешь, на земле мы склонны делать самые нелепые выводы о жизни в раю. На картинках мы всегда видели ангелов с крыльями, и это совершенно правильно. Но когда мы из этого делали вывод, что ангелы пользуются крыльями для передвижения, тут мы попадали в просаг. Крылья — это только парадная форма. Находясь, так сказать, при исполнении служебных обязанностей, ангелы обязательно носят крылья. Ты никогда не увидишь, чтобы ангел отправился без крыльев по какому-нибудь поручению, как никогда не увидишь, чтобы офицер председательствовал на военно-полевом суде в домашнем костюме, или полисмен стоял на посту без мундира, или почтальон доставлял письма без фуражки и казенной куртки. Но летать на крыльях — нет, они надеваются только для виду. Старые опытные ангелы поступают так же, как кадровые офицеры, носят штатское, когда они не на службе. Что же касается новых ангелов, то те, словно добровольцы в милиции, не расстаются с формой, вечно перепархивают с места на место, всюду лезут со своими крыльями, сшибают пешеходов, витают то здесь, то там, воображая, что все любуются ими, и что они самые главные персоны в раю. И когда один из таких типов проплывает по воздуху, приподняв одно крыло и опустив другое, то ясно можно прочесть на его лице, — вот бы сейчас увидела меня Мэри Энн из Арканзаса, небось пожалела бы, что дала мне отставку. Нет, крылья — это только для показу, исключительно для показу, и больше ни для чего. — Ты, пожалуй, прав, Сэнди, — сказал я. — Зачем далеко ходить? Погляди на себя, — продолжил Сэнди. — Ты не создан для крыльев, да и остальные люди тоже. Помнишь, какую уйму лет ты потратил на то, чтобы добраться сюда? А ведь ты мчался быстрее любого пушечного ядра. Теперь представь, что это расстояние тебе пришлось бы проделать на крыльях. Знаешь, что было бы? Вечность прошла бы, а ты бы все летел. А ведь миллионам ангелов приходится ежедневно посещать Землю, чтобы являться в видениях умирающим детям и добрым людям. Сам знаешь, им так положено по штату. Разумеется, они являются скрыльями, ведь они выполняют официальную миссию. Да иначе умирающие и не признали бы в них ангелов. Но неужели ты мог поверить, что на этих крыльях ангелы летают? Нет. И вполне понятно, почему. Крыльев не хватило бы и на половину пути. Они истрепались бы до последнего перышка, и остались бы одни остовы, как рамки для змея, пока их не оклеили бумагой. На небе расстояние еще в миллиарды раз больше. А ангелам приходится по целым дням мотаться в разные концы. Разве они управились бы на крыльях? Нет, конечно. Крылья у них для фасона. А расстояние они преодолевают вмиг. Стоит им только пожелать. Ковер самолета, которым мы читали в сказках «Тысячи и одной ночи», вполне разумное изобретение. Но басни, будто ангелы, способны покрыть невероятные расстояния при помощи своих неуклюжих крыльев. Сущая чепуха. «Наши молодые ангелы обоего пола», — продолжил Синди, — «все время носят крылья. Ярко-красные, синие, зеленые, золотые, всякие там разноцветные, радужные и даже полосатые с разводами. Но никто их не осуждает. Это подходит к их возрасту. Крылья — очень красивая вещь, и они к лицу молодым. Это самая прелестная часть их костюма. Ним по сравнению с крыльями ничего не стоит». «Ну ладно», — признался я. «Я засунул свои крылья в буфет и не выну их оттуда, пока на улицу не будет грязь по колено». «Или торжественный прием». «Это еще что такое?» «Такое, что ты можешь увидеть, если пожелаешь сегодня же вечером. Причем устраивается в честь одного кабаччика из Джерси-Сити». «Да что ты! Расскажи!» Этот кабаччик был обращен на молитвенном собрании Муди и Сенки в Нью-Йорке. Когда он возвращался к себе в Нью-Джерси, паром, на котором он ехал, столкнулся с каким-то судном, и кабаччик утонул. Этот кабаччик из породы тех, кто думает, что в раю все с ума сходят от счастья, когда подобный закоренелый грешник спасает свою душу. Он полагает, что все небожители выбегут ему навстречу с пением о санны, и что в этот день в небесных сферах только и разговору будет, что о нем. Он воображает, что его появление произведет здесь такой фурор, какого не запомнят старожилы. Я всегда замечал эту странность у мертвых кабаччиков. Они не только ожидают, что все поголовно выйдут их встречать, но еще и уверены, что их встретят с факельным шествием. — Стало быть, кабаччиков постигнет разочарование? — Нет, ни в коем случае. Здесь не дозволено никого разочаровывать. Все, чего новичок желает, разумеется, если это выполнимое и некощунственное желание, будет ему предоставлено. Всегда найдется несколько миллионов или миллиардов юнцов, для которых нет лучшего развлечения, чем упражнять свои глотки, толпиться на улицах с зажженными факелами и валять дурака в связи с прибытием какого-нибудь кабаччика. Кабаччик в восторге, молодежь веселится вовсю, никому это не во вред, и денег не надо тратить. А зато укрепляется добрая слава рая, как место, где всех вновь прибывших ждут счастья и довольства. — Очень хорошо. Я обязательно приду посмотреть на прибытие кабаччика. Имей в виду, что, согласно правилам этикета, надо быть в полной форме, с крыльями и всем прочим. — Вообще, Мумин, да? — С нимбом, арфой, пальмовой ветвью и так далее. — Да. Наверное, это очень нехорошо с моей стороны, но, признаюсь, я бросил их в тот день, когда участвовал в хоре. — У меня абсолютно ничего нет, кроме этой хламиды и крыльев. — Успокойся. Твои вещи подобрали и спрятали для тебя. Посылай за ними. — Я пошлю, Сэнди. — Но что это ты сейчас сказал про какие-то кощунственные желания, которым не суждено исполниться? — О, таких желаний, которые не исполняются, очень много. — Например, в Бруклине живет один священник, некий Толныч. Вот его ждет изрядное разочарование. Он любил говорить в своих проповедях, что по прибытии в рай сразу же побежит обнять и облобызать Авраама, Исаака и Якова и поплакать над ними. Миллионы земных жителей уповают на то же самое. Каждый божий день сюда прибывает не менее шестидесяти тысяч человек, желающих первым делом помчаться к Аврааму, Исааку и Якову, чтобы прижать их к груди и поплакать над ними. Но ты согласись, что шестьдесят тысяч человек в день — обременительная порция для таких стариков. Если бы они вздумали согласиться на это, то ничего иного не делали бы из года в год, как только давали себя тискать и обливать слезами по тридцать два часа в сутки. Они бы в конец измотались и все время были бы мокрые, как водяные крысы. Разве для них это был бы рай? Из такого рая побежишь без оглядки, это всякому ясно. Авраам, Исаак и Яков — добрые, вежливые старые евреи, но целоваться с сентиментальными знаменитостями из Бруклина им так же малоприятно, как было бы тебе. Помяни мое слово, нежности мистера Толмеджа будут отклонены с благодарностью. Привилегии избранных имеют границы даже на небесах. Если бы Адам выходил каждому новоприбывшему, который хочет поглазеть на него и выклинчить автограф, то ему только этим и пришлось бы заниматься, и ни для каких других дел у него не хватило бы времени. Толмедж говорит, что он собирается почтить визитом не только Абраама, Якова и Исаака, но и Адама тоже. Придется ему отказаться от этой затеи. — И ты думаешь, Толмедж в самом деле вознесется сюда? — Обязательно. Но пусть тебя это не пугает. Он будет водиться со своими, их тут много. В этом-то и заключается главная прелесть рая. Сюда попадают люди всякого сорта, здесь священники не командуют. Каждый находит себе компанию по вкусу. А до других ему дела нет, как и им до него. Уж если Господь Бог создал рай, так он устроил все как следует, на широкую ногу. Сэнди послал к себе домой за своими вещами. Я тоже послал за своими, и около девяти часов вечера мы начали одеваться. Сэнди говорит. — Сторми, тебе предстоит интереснейший вечер. По всей вероятности будут какие-нибудь патриархи. — Неужели? — Да, скорее всего. Конечно, они держатся как аристократы, перед простым народом почти не показываются. Насколько я понимаю, они выходят встречать только тех грешников, которые спасли душу в последнюю минуту. Они бы и тут не выходили. Но земная традиция требует большой церемонии по такому поводу. — Неужели все до одного выходят? Сэнди. — Кто? Все патриархи? Что ты? Нет. Самое большее — два или три. Тебе придется прождать пятьдесят тысяч лет, а может быть и больше, чтобы хоть одним глазком глянуть на всех патриархов и пророков. За то время, что я здесь, Иов показался один раз, и один раз хам вместе с Иеремией. Но самое замечательное событие за все мое пребывание тут произошло в прошлом году. Был устроен прием в честь англичанина Чарльза Писа, того самого, которого прозвали Баннеркросским убийцей. На трибуне стояли тогда четыре патриарха и два пророка. Ничего подобного не видели в раю со дня вознесения капитана Кидда. Даже Авель, и тот пришел, впервые за тысячу двести лет. Спустили слух, что собирается быть и Адам. На Авеля всегда сбегаются колоссальные толпы. Однако с Адамом в этом отношении и ему не сравнится. Слух оказался ложным, но он облетел все небо. И такого, как тогда творилось, я, наверное, никогда больше не увижу. Прием устраивался, конечно, в английском округе, который отстоит за 811 миллионов миль от границ отделения Нью-Джерси. Я прилетел туда вместе с многими соседями, и нам представилось исключительное зрелище. Из всех округов валом валили эскимосы, татары, негры, китайцы, словом, люди отовсюду. Такое смешение народов можно наблюдать лишь в Большом Хоре в первый день после прибытия, а больше никогда. Миллиардные толпы пели гимны и выкрикивали Ассанну. Шум стоял невероятный. Даже когда рты у всех были закрыты, в ушах звенело от одного хлопанья крыльев, потому что ангелов на небе было столько, что казалось, будто идет снег. Адам не пришел. Но и без него было очень интересно. На главной трибуне восседали три архангела, тогда как в других случаях редко можно увидеть даже одного. — Какие они из себя эти архангелы, Сэнди? — Ну, какие. Лица сияют, одеты в блестящие мантии, чудесные радужные крылья за спиной, в руке у каждого меч, рост — восемнадцать футов, величавая осанка, похожа на военных. — Они бы у них есть? — Нет, во всяком случае, не ободком. Архангелы и патриархи высшей категории носят кое-что получше. Они носят великолепный круглый сплошной нимб из чистого золота. Посмотришь — просто глаза слепят. Ты, когда жил на земле, не раз видел на картинках патриарха с такой штуковиной, помнишь? Голова у него точно на медном блюде. Но это не дает правильного представления. То, что носят патриархи, красивее и лучше блестит. — Сэнди, а ты разговаривал с этими архангелами и патриархами? — Кто? Я? — Что ты? Что ты, Сторми? Я не достоин разговаривать с такими, как они. — А Толмыч достоин? — Конечно, нет. У тебя путанное представление о таких вещах. Впрочем, оно свойственно всем земным жителям. На земле говорят, что есть Царь Небесный, и это верно. Но дальше описывают небо так, будто оно представляет собой республику, где все равны и каждый вправе обнимать любого встречного и якшаться с разной знатью, вплоть до самой высшей. Вот путаница, вот чепуха. Разве может быть республика при царе? Разве может вообще быть республика, когда государством правит самодержец, правит вечно, без парламента и без государственного совета, которые имели бы право вмешиваться в его действия? Когда ни за кого не голосуют и никого не избирают. Когда никто не имеет голоса в управлении страной, никого не привлекают участвовать в государственных делах, и никому это даже не разрешается. Хороша республика, нечего сказать. Да, рай, пожалуй, не таков, каким я его себе представлял. Но все-таки я думал, похожу всюду и хотя бы познакомлюсь с вельможами. Я не собирался есть с ними из одного котелка, а так поздороваться за руку, провести в их компании часок-другой. Мог бы любой простолюдин вести себя так в отношении российских министров. Зайти запросто, например, к князю Горчакову. Думаю, что нет, Сэнди. Ну, здесь та же Российская империя, даже построже. Здесь нет и намека на республику. Существует табель о рангах. Существуют вице-короли и князья, губернаторы, вице-губернаторы, помощники вице-губернаторов и около ста разрядов дворянства, начиная от великих князей, архангелов. И дальше все ниже и ниже до того слоя, где нет никаких титулов. Ты знаешь, что такое принц крови на земле? Нет. Так вот, принц крови не принадлежит ни к царской фамилии, ни к обыкновенной аристократии. Он стоит ниже первой, но выше второй. Примерно такое же положение занимают на небе патриархи и пророки. Здесь имеются такие важные аристократы, что мы с тобой не достойны чистить им сандалии, но и они не достойны чистить сандалии у патриархов и пророков. Это дает тебе некоторое представление о их ранге, так? Соображаешь теперь, какие они важны? Поглядел на одного из них, и будет о чем помнить и рассказывать тысячу лет. Представь себе, капитан, что Аврам переступил бы этот порог. Вокруг его следов сейчас же поставили бы ограду с навесом, и паломники стекались бы сюда со всех концов неба многие века, чтобы только посмотреть на это место. Аврам как раз один из тех, кого мистер Толмедж из Бруклина собирается по прибытии сюда лобызать и обливать слезами. Пусть запасет побольше слез. Не то пари держу, они у него высохнут, прежде чем он добьется встречи с Аврамом. — Сэнди! — говорю я. — А я ведь думал, что буду здесь на равной ноге со всеми. Ну уж лучше позабыть об этом. Да это и не играет особой роли, и я и так чувствую себя вполне счастливым. — Да ты счастливее, капитан, чем был бы при иных обстоятельствах. Эти патриархи и пророки на много веков перегнали тебя, они за две минуты разбираются в том, на что тебе нужен целый год. Пробовал ты когда-нибудь вести полезную и приятную беседу с гробовщиком о ветрах, морских течениях и отклонении компаса? — Понимаю, что ты хочешь сказать, Сэнди. Мне было бы неинтересно разговаривать с ним. Он полный профан в этих делах, и мы оба зачахли бы от скуки. — Вот именно. Патриархам было бы скучно слушать тебя, а понимать их речи ты еще не дорос. Очень скоро ты сказал бы. — До свидания, ваше Пресвященство, я зайду к вам в другой раз. — Но больше не зашел бы. Приглашал ты когда-нибудь к себе на обед в капитанскую каюту кухонного юнгу? — Опять-таки мне ясно, к чему ты клонишь, Сэнди. Я не привык к такой важной публике, как патриархи и пророки, и рабел бы в их присутствии, не зная, что сказать, и был бы счастлив поскорее убраться во своя си. — Скажи, Сэнди, а кто выше рангом, патриарх или пророк? — О, пророки поважнее патриархов. Самый молодой пророк гораздо больше значит, чем самый древний патриарх. — Так и знай, даже Адам должен шагать позади Шекспира. — Шекспир разве был пророк? — Конечно. И Гомер тоже, и множество других. Но Шекспир и остальные должны уступить дорогу Биллингсу. Обыкновенному портному из Теннесси. И афганскому коновалу Сакка. Иеремия, Биллингс и Будда шагают вместе в одной шеренге, непосредственно за публикой с разных планет, которые не в нашей системе. За ними идут десятка-два прибывших с Юпитера и из других миров. Далее выступают Данил, Сакка и Конфуций. За ними народ из других астрономических систем. Потом Езекиль, Магомед, Заратустра и один точильщик из Древнего Египта. Дальше еще целая вереница разных людей. И только где-то в самом хвосте Шекспир с Гомером и башмачник по фамилии Море из глухой французской деревушки. Неужели Магомеда и других язычников тоже пустили сюда? Да, каждый из них осуществил свою миссию и заслуживает награды. Человек, который не получил награды на земле, может быть спокоен. Он непременно получит ее здесь. Но почему же так обидели Шекспира, заставили его шагать позади каких-то башмачников, кановалов и точильщиков, о которых никто и не слыхал? А это и есть небесная справедливость. На земле их не оценили по достоинству. Здесь же они занимают заслуженное место. Этот партной Биллингс из штата Теннесси писал такие стихии, какие Гомеру и Шекспиру даже не снились. Но никто не хотел их печатать. И никто их не читал. Кроме невежественных соседей, которые только смеялись над ними. Когда в деревне устраивали станции или пьянка, бежали за Биллингсом, рядили его в корону из капустных листьев и в насмешку отвешивали ему поклоны. Однажды вечером, когда он лежал больной, обессилив от голода, его вытащили, нацепили на голову корону и понесли верхом на палки по деревне. За ним бежали все жители, колотя в жестяные тазы и горлане, что было сил. В ту же ночь Биллингс умер. Он совершенно не рассчитывал попасть в рай и уж подавно не ожидал торжественной встречи. Наверное, он очень удивился, что ему устроили такой прием. — Ты был там, Сэнди? — Спаси Бог! Что ты? — Почему? Ты разве не знал, что готовится торжество? — Прекрасно знал. О Биллингсе в небесных сферах много толковали, и не один день, как об этом кабатчике, а целых двадцать лет до его кончины. — Какого же черта ты не пошел? — Вон как ты рассуждаешь. Чтобы такие, как я, попали на прием в честь пророка? Чтобы я, неотесанный чурбан, совался туда и подсоблял принимать такое высокое лицо, как Эдвард Биллингс? — Да меня засмеяли бы на миллиард миль в округе. Мне бы этого никогда не простили. — А кто же там был? — Те, кого нам с тобой вряд ли когда доведется увидеть, капитан. Ни один простой смертный не удостаивается счастья побывать на встрече пророка. Там собралась вся аристократия, все патриархи и пророки в полном составе, все архангелы, князья, губернаторы и вице-короли. А из мелкой сошки — никого. Причем, имей в виду, что это знать, князья и патриархи, собралось не только из нашего мира, но из всех миров, которые сияют на нашем небосводе, и еще из миллиардов миров, находящихся в бесчисленных других системах. Там были такие пророки и патриархи, которым наши в подметке не годятся, по рангу, известности и так далее. Среди них были знаменитости с Юпитера и с других планет, входящих в нашу систему. Но самые главные поэты — поэты Саа, Бо и Суф — прибыли с трех больших планет и с трех различных, весьма отдаленных систем. Их имена прогремели во всех уголках и закоулках неба, наравне с именами восьмидесяти высших архангелов. Тогда как о Моисее, Адаме и остальной кампании за пределами одного краешка неба, отведенного для нашего мира, никто не слыхал. Разве что отдельные крупные ученые. Впрочем, они всегда пишут имена наших пророков и патриархов неправильно. Все путают, выдают деяния одного за деяние другого и почти всегда относят их просто к нашей Солнечной системе, не считая нужным входить в такие подробности, как указания, из какого именно мира они происходят. Это похоже на того ученого-индуса, который, желая похвастать своими познаниями, заявил, что Лонгфеллер живет в Соединенных Штатах, словно он живет сразу во всех концах страны. А сами Соединенные Штаты занимают так мало места, что куда ни швырни камень, обязательно попадешь в Лонгфеллер. Между нами говоря, меня всегда злит, как эти пришельцы из миров-гигантов презрительно отзываются не только о нашем маленьком мире, но и обо всей нашей системе. Конечно, мы отдаем должное Юпитеру, потому что наш мир по сравнению с ним не больше картофелины. Но ведь имеются в других системах миры, перед которыми сам Юпитер меньше, чем горчичное семечко. Взять хотя бы планету Губра, которую не втиснишь в орбиту кометы Галея, не разорвав заклепок. Туристы из Губры, я имею в виду туземцев, которые жили и умерли там, заглядывают сюда время от времени и расспрашивают о нашем мире, но когда узнают, что он так мал, что молния может обижать его за одну восьмую секунды, они хватаются за стенку, чтобы не упасть от хохота. Потом они вставляют в глаза стеклышко и принимаются разглядывать нас, словно мы какие-то диковинные жуки или козявки. Один из этих туристов задал мне вопрос. «Сколько времени продолжается у нас день?» Я ответил, что в среднем двенадцать часов. Тогда он спросил. «Неужели у вас считают, что стоит вставать с постели и умываться для такого короткого дня?» Эти люди с Губры всегда так. Они не пропускают случая похвастать, что их день все равно, что наши триста двадцать два года. Этот нахальный юнец еще не достиг совершеннолетия, ему было шесть или семь тысяч дней от роду, то есть по-нашему около двух миллионов лет. Этакий задивистый щенок в переходном возрасте, уже не ребенок, но еще не вполне мужчина. Будь это в любом другом месте, а не в раю, я сказал бы ему пару теплых слов. Ну, короче говоря, Беллингсу закатили такую великолепную встречу, какой не бывало много тысяч веков, и я думаю, это приведет к хорошим результатам. И имя Беллингса проникнет в самые далекие уголки, о нашей астрономической системе заговорят, а может и о нашем мире тоже, и мы поднимемся в глазах самых широких кругов небожителей. Ты только подумай. Шекспир шел, пятясь перед этим портным, из Теннесси и бросал ему под ноги цветы, а Гомер прислуживал ему, стоя за его стулом во время банкета. Конечно, там это ни на кого не произвело особого впечатления, ведь важные иностранцы из других систем никогда не слышали ни о Шекспире, ни о Гомере. Но если бы весть об этом могла дойти до нашей маленькой земли, там бы это произвело сенсацию. Эх, как бы этот несчастный спиритизм чего-нибудь стоил, тогда мы могли бы дать знать об этом случае на землю. И в Теннесси, — держал Биллингс, — поставили бы ему памятник, а его автограф ценился бы дороже автографа сатаны. Ну вот, покутили на этой встрече здорово. Мне обо всем подробно рассказывал один захудалый дворянин из Хобакена, баронет, сэр Ричард Даффер. Что ты говоришь, Сэнди? Баронет из Хобакена? Как это может быть? Очень просто. Дик Даффер держал колбасную и за всю жизнь не скопил ни цента, потому что все остатки мяса он потихоньку раздавал бедным. Не нищим бродягам, нет, а честным, порядочным людям, оставшимся без работы. Таким, которые скорее умрут с голоду, чем попросят подаяния. Дик высматривал детей и взрослых, у которых был голодный вид. Таком следовал за ними до дому, расспрашивал о них соседей, а после кормил их и подыскивал им работу. Но так как Дик никому ничего не давал на людях, за ним установилась репутация сквалыги. С нею он и умер, и все говорили, туда ему и дорога. Зато не успел он явиться сюда, как ему пожаловали титул баронета. И первые слова, которые Дик, колбасник из Хобекона, услышал, ступив на райский берег, были «Добро пожаловать, сэр Ричард Даффер». Это его удивило, так как он был убежден, что ему предназначено на том свете другое местечко, с климатом пожарче здешнего. Внезапно вся местность вдруг задрожала от грома, пальнула разом 1101 орудия. Сэнди говорит. — Вот, это в честь кабаччика. Я вскочил на ноги. — Пошли, Сэнди, еще прозеваем что-нибудь интересное. — Сиди спокойно, — говорит он. — Это только телеграфируют о нем. — Кок-ток. Дали залп в знак того, что кабаччика увидели в сигнальной станции. Он миновал Сэнди Хук. Сейчас ему навстречу вылетят разные комиссии, чтобы экспортировать его сюда. Начнутся всякие церемонии и проволочки, до места еще не скоро доберутся. Он сейчас до нескольких миллиардов милет сюда. — С таким же успехом и я бы мог быть пройдухой кабаччиком, — сказал я, вспомнив свое невеселое прибытие на небеса, где меня не встречали никакие комиссии. — В своем голосе я слышу сожаление, — сказал Сэнди. — Пожалуй, это естественно. Но что было, то прошло. Тебя привела сюда собственная дорога, и теперь уже ничего не исправишь. — Ладно, забудем, Сэнди. Я ни о чем не жалею. Ну, значит, в раю тоже есть Сэнди Хук, а? — Но у нас здесь все устроено, как на земле. Все штаты и территории Соединенных Штатов, и все страны, и острова, крупные и мелкие, расположены на небе точно так же, как и на земном шаре, и имеют такую же форму, только здесь они в десятки миллиардов раз больше, чем внизу. Второй залп. — А что он означает? — Это второй форт отвечает первому. Каждый из них даст залп из тысячи ста одного орудия. Так обычно салютуют пришельцам, спасшим свою душу в последнюю минуту. Причем тысяча сто первое орудие дополнительно для мужчины. Когда встречают женщину, мы узнаем это потому, что тысяча сто первое молчит. — Сэнди, а каким образом мы различаем, что их тысяча сто одно, если они палят все разом? А ведь мы различаем это, безусловно, различаем. Наш ум здесь во многих смыслах развивается. И вот наглядный пример этого. Числа, размеры и расстояния на небесах так велики, что мы научились воспринимать их чувствами. Старые приемы счета и измерения здесь не годятся. С ними у нас получилась бы сплошная путаница и морока. Мы потолковали еще немножко на эту тему, а потом я сказал. — Сэнди, я заметил, что мне почти не встречались белые ангелы. На одного белого приходится чуть ли не сто миллионов краснокожих, которые даже не знают по-английски. Чем это объясняется? — Да, ты можешь наблюдать это в любом штате или новой территории американского округа Рая. Мне как-то пришлось лететь без перерыва целую неделю. Я покрыл расстояние в миллионы миль, повидал огромные скопища ангелов, но не заметил среди них ни одного белого, не услышал ни единого понятного мне слова. Ведь на протяжении целого миллиарда лет или больше до того, как в Америке появился белый человек, ее населяли индейцы, ацтеки и так далее. Первые триста лет после того, как Колумб открыл Америку, все ее белое население, вместе взятое, я считаю и британские колонии, можно было свободно разместить в одном лекционном зале. В начале нашего века белых в Америке было всего 6-7 миллионов, скажем, 7. В 1825 году 12 или 14 миллионов. В 1850 году примерно 23 миллиона. А в 1875 году 40 миллионов. Смертность у нас всегда составляла 20 душ на тысячу в год. Значит, в первом году нашего века умерло 140 тысяч человек, в 25-м 280 тысяч, в 50-м полмиллиона и в 75-м около миллиона. Я готов округлить цифры. Допустим, что в Америке с самого начала до наших дней умерло 50, пусть 60, пусть даже 100 миллионов белых. На несколько миллионов больше или меньше роли не играет. Ну вот теперь тебе ясно, что если такую горстку людей рассеет на сотнях миллиардов миль небес на американской территории, то это будет все равно, что рассыпать десятицентовый пакетик гомеопатических пилюль по пустыне Сахари и надеяться их потом собрать. С чего бы нам после этого занимать видное место в раю? Мы его и не занимаем. Таковы факты. И надо с ними мириться. Ученые из других планет и из других астрономических систем, объезжая райские кущи, заглядывают и к нам. Они здесь погостят немного, а потом возвращаются к себе домой и пишут книгу о своем путешествии, и в этой книге Америке уделено пять строк. Что же они о нас напишут? Что Америка – слабонаселенная дикая страна, и в ней живут несколько сот тысяч миллиардов краснокожих ангелов, среди которых встречаются кое-где больные ангелы со странным цветом лица. Понимаешь, эти ученые думают, что мы, белые, а также немногочисленные негры – это индейцы, побелевшие или почерневшие от страшной болезни вроде проказы. В наказание, заметьте себе, за какой-то чудовищный грех. Это, мой друг, довольно-таки горькая пилюля для всех нас, даже для самых скромных, не говоря уже о тех, которые ждут, что их встретят как богатых родственников, и что вдобавок они смогут обнимать самого Авраама. — Я не расспрашивал тебя о подробностях, капитан, но думаю, что мой опыт подсказывает мне правильно. Тебе никто не кричал особенно громко «Ура!», когда ты сюда прибыл? — Не стоит об этом вспоминать, Сэнди, — сказал я краснее. — Ни за какие деньги я не согласился бы, чтоб это видели мои домашние. Пожалуйста, Сэнди, переменим тему разговора. — Ладно, ты как решил? Поселиться в калифорнийском отделении рая? — Сам еще не знаю. Я не собирался останавливаться на чем-нибудь определенном до прибытия моей семьи. Мне хотелось не спеша осмотреться, а уж потом решить. Кроме того, у меня очень много знакомых покойников, и я думал разыскать их, чтобы посплетничать маленько о друзьях, о былом, о всякой всячине, и узнать, как им пока мест нравится здешняя жизнь. Впрочем, моя жена, скорее всего, захочет поселиться в калифорнийском отделении, потому что почти все ее усопшие родственники, наверное, там, а она любит быть среди своих. — Не допускай этого. Ты сам видишь, как плохо обстоит дело с белыми в отделении Нью-Джерси. А в калифорнийском в тысячу раз хуже. Там кишмя кишит злыми, тупоголовыми, темнокожими ангелами, а до ближайшего белого соседа от тебя будет чего доброго миллион миль. — Общество. Вот чего особенно не хватает человеку в раю. — Общество людей, таких, как он, с таким же цветом кожи, говорящих на том же языке. Одно время я чуть не поселился из-за этого в европейском секторе рая. — Почему же ты этого не сделал? — По разным причинам. Во-первых, там хоть и видишь много белых, но понять почти ничего из них нельзя. Так что по душевному разговору тоскуешь все равно, как и здесь. Мне приятно поглядеть на русского, немца, итальянца, даже на француза, если посчастливиться застать его, когда он не занят чем-нибудь нескромным. Но одним гляденьем голод не утолишь. Ведь главное — это желание поговорить с кем-нибудь. — Но ведь есть Англия, Сэнди, английский округ. — Да, но там не намного лучше, чем в нашей части небесных владений. Все идет хорошо, пока ты беседуешь с англичанами, которые родились не более трех столетий тому назад. Но стоит тебе встретиться с людьми, жившими до эпохи Елизаветы, как английский язык становится туманным, и чем глубже века, тем все туманнее. Я попробовал беседовать с неким Лэнглендом и с человеком по имени Чосер. Это два старинных поэта. Но толку не вышло. Я плохо понимал их, а они плохо понимали меня. Потом я получал от них письма, но на таком ломаном английском языке, что разобрать ничего не мог. А люди, жившие в Англии до этих поэтов, те совсем иностранцы. Кто говорит на датском, кто на немецком, кто на нормандско-французском языке, а кто на смеси всех трех. Еще более древние жители Англии говорят по-латыни, по-древнебритански, по-ирландски и по-гельски. А уж кто жил до них, так это чистейшие дикари, и у них такой варварский язык, что сам дьявол не поймет. Пока отыщешь там кого-нибудь, с кем можно поговорить, надо протискаться через несметные толпы, которые лопочат сплошную тарабарщину. Видишь ли, за миллиард лет в каждой стране сменилось столько разных народов и разных языков, что эта мешанина не смогла не сказаться и в раю. Сэнди, а много ты видел великих людей, про которых написано в истории? — О, сколько хочешь! Я видал и королей, и разных знаменитостей. — А короли здесь ценятся так же высоко, как и на земле? — Нет, никому не разрешается приносить сюда свои титулы. — Божественное право монарха — это выдумка, которую неплохо принимают на земле, но для неба она не годится. Короли, как только попадают в империи, сразу же понижаются до общего уровня. — Я был хорошо знаком с Карлом II. Он один из любимейших комиков в английском округе, всегда выступает с аншлагом. Есть, конечно, актеры и получше, люди, прожившие на земле в полной безвестности. Но Карл завоевывает себе имя, ему здесь пророчат большое будущее. Ричард Львинное Сердце работает на ринге и пользуется успехом у зрителей. Генрих VIII — трагик, и сцены, в которых он убивает людей, в высшей степени правдоподобны. Генрих VI торгует в киоске религиозной литературы. — А Наполеона ты когда-нибудь видел, Сэнди? Видел частенько, иногда в корсиканском отделении, иногда во французском, он по привычке ищет себе место позаметнее и расхаживает, скрестив руки на груди. Брови нахмурены, подмышкой подзорная труба, вид величественный, мрачный, необыкновенный, такой, какого требует его репутация. И надо сказать, он крайне недоволен, что здесь он, вопреки его ожиданиям, не считается таким уж великим полководцем. — Вот как! Кого же считают выше? — Да, очень многих людей, нам даже неизвестных, из породы башмачников, канавалов, точильщиков, понимаешь, простолюдинов бог весь откуда, которые за всю свою жизнь не держали в руках меча и не сделали ни одного выстрела, но в душе были полководцами, хотя не имели возможности это проявить. А здесь они по праву занимают свое место, и цезарь, Наполеон и Александр Македонский вынуждены отойти на задний план. Величайшим военным гением в нашем мире был каменщик из-под Бостона по имени Эпсалом Джонс, умерший во время войны за независимость. — Где бы он ни появился, моментально сбегаются толпы. — Понимаешь, каждому известно, что, представься в свое время этому Джонсу подходящий случай, он продемонстрировал бы миру такие полководческие таланты, что все бывшее до него показалось бы детской забавой — ученической работы. Но случая ему не представилось. Сколько раз он не пытался записаться в армию рядовым, сержант-вербовщик не брал его. У Джонса не хватало больших пальцев на обеих руках и двух передних зубов. Однако, повторяю, теперь всем известно, что он мог бы стать. И вот, заслышав, что он куда-то направляется, народ толпой валит, чтобы хоть одним глазком на него взглянуть. Цезарь, Ганнибал, Александр, Наполеон — все служат под его началом. И кроме них еще много прославленных полководцев. Но народ не обращает на них никакого внимания, когда видит Джонса. Бум! Еще один залп. — Значит, кабачик уже миновал карантин. Мы с Энди надели на себя полное облачение, затем пожелали и через секунду очутились на том месте, где должен был состояться прием. Стоя на берегу воздушного океана, мы вглядывались в туманную даль, но ничего не могли разглядеть. По близости от нас находилась главная трибуна. Ряды едва различимых во тьме тронов поднимались к самому зениту. В обе стороны от нее бесконечным амфитеатром расходились места для публики. На трибунах было тихо и пусто. Никакого веселья. Скорее, они выглядели мрачно, как театральный зал, когда газовые рожки еще не горят, и зрители не начали собираться. Сэнди мне говорит. — Сядем здесь и подождем. Скоро вон с той стороны покажется голова процессии. Я говорю. — Тоскливо здесь что-то, Сэнди. Видимо, произошла какая-то задержка. Одни мы с тобой пришли, а больше нет никого. Не очень-то пышная встреча для кабачеков. — Не волнуйся. Все в порядке. Будет еще один залп, тогда увидишь. Через некоторое время мы заметили далеко на горизонте пятно света. — Это голова факельного шествия, — сказал Сэнди. Пятно разрасталось, светлело, становилось более ярким. Скоро оно стало похоже на фонарь паровоза. Разгораясь ярче и ярче, оно в конце концов уподобилось солнцу, стоящему над морем. Длинные красные лучи прорезали небо. — Смотри все время на главную трибуну и на места для публики, и жди последнего залпа, — сказал мне Сэнди. И тут точно миллион громовых ударов, слившихся в один, раздалось бум-бум-бум с такой силой, что задрожали небеса. Вслед за тем внезапная вспышка ослепила нас, и в то же мгновение миллионы мест заполнились людьми. Насколько хватал глаз, все было набито битком. — Яркий свет заливал эту великолепную картину. У меня просто дух захватило. — Вот как у нас это делается, — сказал Сэнди. — Время зря не тратим, но и никто не является после поднятия занавеса. Пожелать это куда быстрее, чем передвигаться иными способами. Четверть секунды тому назад эти люди были за миллионы миль отсюда. Когда они услышали последний сигнал, они просто пожелали сюда явиться, и вот они уже здесь. Грандиозный хор запел. — Мечтаем голос твой услышать, тебя лицом к лицу узреть. Музыка была возвышенная, но в хор затесались неумелые певцы и испортили все, точь в точь, как бывает в церкви на земле. Появилась голова триумфальной процессии, и это было изумительно красиво. Нога в ногу шли плотными рядами ангелы, по пятьсот тысяч в шеренге, сипели и несли факелы, и от углушительного хлопания их крыльев даже голова заболела. Колонна растянулась на громадное расстояние, хвост ее терялся сверкающей змейкой далеко в небе, переходя в конце в едва различимый завиток. Шли все новые и новые ангелы, и только спустя много времени показался сам кабатчик. Все зрители как один поднялись со своих мест, и громовое «Ура!» потрясло небо. Кабатчик улыбался во весь рот, Нипову был лихо заломлен на бекрень. Такого самодовольного святого я еще никогда не видал. Когда он начал подниматься по ступеням главной трибуны, хор грянул «Из края в край несутся клики, все ждут услышать голос твой!» На почетном месте широкой огороженной площадки в центре главной трибуны установлены были рядом четыре роскошных шатра, окруженные блистательной почетной стражей. Все это время шатры были наглухо закрыты. Но вот кабатчик вскарабкался наверх и, кланяясь во все стороны и расточая улыбки, добрался, наконец, до площадки. И тут все шатры сразу распахнулись, и мы увидели четыре величественных золотых трона, усыпанных драгоценными камнями. На двух средних восседала по седобородому старцу, а на двух крайних — статные красавцы из полины, с нимбами в виде блюд и в прекрасной броне. Все, кто там был, миллионы людей, пали на колени, со счастливым видом уставились на троны и начали радостно перешептываться. «Тво архангела! Чудесно! А кто же эти другие?» Архангелы отвесили кабатчику короткий сухой поклон на военный манер. Оба старцы тоже встали, и один из них сказал. «Моисей и Исаав приветствуют тебя!» И тут же вся четверка исчезла, и троны опустили. Кабатчик, видимо, слегка огорчился. Он, наверное, рассчитывал обняться с этими старцами, но толпа, такая гордая и счастливая, какой ты сроду не видал, ликовала, потому что удалось узреть Моисея и Исаава. Все только и говорили кругом. «Вы их видели?» «Я-то да! Исаав сидел ко мне в профиль, но Моисея я видел прямо, анфас, вот так, как вас вижу!» Процессия подхватила кабатчика и увлекла его дальше, а толпа начала покидать трибуны и расходиться. Когда мы шли домой, Сэнди сказал, что встреча прошла прекрасно, и кабатчик имеет право вечно ею гордиться. И еще Сэнди сказал, что нам тоже повезло. Можно посещать разные приемы, сорок тысяч лет и не увидеть двух таких высокопоставленных лиц, как Моисей и Исаав. Позднее мы узнали, что чуть было не узрели еще и третьего патриарха, а также настоящего пророка, но в последнюю минуту они отклонили приглашение с благодарностью. Сэнди сказал, что там, где стояли Моисей и Исаав, будет воздвигнут памятник с указанием даты и обстоятельств их появления, а также с описанием всей церемонии. И в течение тысячелетий это место будут посещать туристы, влазеть на памятник, взбираться на него и царапать на нем свои имена. ПРИМЕЧАНИЕ В 1909 году они вышли отдельной книжкой, а затем вошли в собрание сочинений Твена. Главы первая и вторая вместе с авторским предисловием впервые опубликованы в США в 1952 году и снабжены статьей Диксона Уэктора «Хранителя литературного наследства Твена до 1950 года». Как указывает Дикстон Уэктор, первые две главы и дальнейшие, ранее печатавшиеся главы, легко воспринимаются как единое целое. Несоответствия между ними незначительны. Так, в конце главы второй Стормфилд летит, как он думает, в ад в обществе еще нескольких душ, а в начале главы третьей он несется в пространстве один. В первой главе он представляется читателю как капитан Бен Стормфилд из Ферхэвена и Фриска, а в главе третьей его имя и звание — капитан Элли Стормфилд из Сан-Франциско. Найдена в бумагах Твена и страница, объясняющая неоднократное обращение Питерс в третьей главе. Это одно из предполагавшихся заглавий «Путешествия капитана Элли Стормфилда, небесного моряка», записанных с его слов преподобным Джорджем Г. Питерсом из Мэрисфилла, штат Калифорния. Над Стормфилдом Твен работал с перерывами с конца 1860-х годов, но решился опубликовать его и то не полностью только за три года до смерти. Прототипом для Стормфилда послушал капитан Эдгар Уэйкман, старый моряк, с которым Твен познакомился в 1866 году, а затем снова встретился спустя два года, и от которого услышал рассказ о том, как ему довелось побывать в раю. Конец озвученной книги читал Олег Кустов